После просмотра этого сюжета я понял одно, пора заниматься спортом. Эти милые дамы мотивируют и понимают, что нужно вести здоровый образ жизни. Да, это точно, но мы тему спорта продолжим и встречаем нашего первого гостя, фитнес-тренера Виталия Кожакару. Доброе утро. Доброе утро. Как начинается ваше утро? Спортивно? Наше утро начинается всегда спортивно. У нас в первую очередь это зарядка. Если брать меня, к примеру, и мою супругу, мы постоянно утро начинаем с правильной привычки. У нас это зарядка, правильное питание, и только после мы идем на работу, выполнив все правила. Легкий бег в 30 километров. Такого бега у нас, к сожалению, нет, и времени не позволяет. Даже есть желание, в принципе, если его было, тоже 30 километров, это довольно-таки немалая дистанция. У нас, в принципе, минут 30 занимает утренняя зарядка вместе с бегом. А, и бег тоже включается? Да. А что входит в утреннюю зарядку? Бег дома? Что нужно сделать? Ну, мы, да, с утра мы выходим, легкая пробежка, буквально минут 20. И после пробежки у нас маленький такой комплекс упражнений на все группы мышц. Работа собственным весом в интенсивном порядке. Это пресс, отжимания или нет? Ну, нет, пресс, пресс нет. Прямо хочешь узнать подробно, да? Это, скорее всего, такие вот упражнения, больше связанные с динамикой прыжки, приседания, выпады вот такого плана. Виталий, расскажите о вашем марафоне, который вы устраиваете каждую неделю. Да, марафон этот уже у нас получается ежегодный. В прошлом году мы также проводили и также решили провести в этом году. И в целях дальше тоже будем стараться не нарушать. Расскажите подробнее об этом марафоне. Марафон включает одну тренировку в неделю, абсолютно бесплатную, абсолютно для всех желающих. Мы ее проводим в воскресенье в 8 утра на городском стадионе. Сам марафон себя включает, что первое, это у нас буквально минут 5-10 разминка комплексная, мы разогреваемся. Далее мы переходим к пробежке, выполняем один круг вокруг стадиона. По завершению круга у нас получается комплекс упражнений на все группы мышц. Комплекс включает примерно около 4-5 упражнений, они в цикличном порядке выполняются. Далее у нас идет маленький отдых, буквально секунд 30 до минуты. И аналогичное движение мы повторяем второй кружок. Так у нас за тренировку около 2-3 таких сетов с количеством около 4-5 подходов. То есть прорабатываются все группы мышц, мне кажется. Да, да, да. Цель у нас какая марафона? Мы больше хотим его в общей массе, так чтобы завлечь как можно больше людей. И здесь не стоит вопрос установки каких-то рекордов или профессиональное какое-то направление. Здесь в большей мере именно на развитие здоровья. То есть принять участие в этом марафоне может каждый желающий. Да, безусловно. Возраст не имеет значения. А сколько уже к вам приходило людей? Ну вот в прошлое воскресенье у нас, получается, был в этом году первый марафон. Первая тренировка. Уже собралось порядка 40 человек. Это в основном девушки? Да, основная масса. Это у нас, к сожалению, только девушки практически приходят. В прошлом году были два парня. И в этом году пришло тоже на первую тренировку два парня. Один застеснялся, один только занимался. К сожалению, как бы не очень хорошо только девушке. Хотелось бы так, чтобы мы завлекли как можно больше и мужчин, и женщин, и детей, чтобы все пришли. А это почему? Это потому что парни говорят, да я и так хорош. Да, да, да. К сожалению, наверное, скорее всего, вот так. Ну, а как пришла идея создания вот такого марафона? Это же в прошлом году, да? Да, да, да. Ну, являясь владельцем двух залов, я периодически провожу анализ абонементов, спрашиваю у людей насчет посещаемости. И возник такой вот вопрос. Вот у многих клиентов, у них нет финансовой возможности посещать тренажерные залы. Некоторые клиенты берут на один месяц, далее прекращают заниматься. И хотелось что-то такого плана организовать, что могло бы дать возможность на бесплатной основе человеку получить ту же тренировку, которую он получает на платной основе. И также много людей, которые ограничены во времени. То есть по будням у них нет возможности, либо залы работают до определенного времени. А воскресенье, в принципе, это выходной день. Разве что вот время в 8 утра, не каждый может себе заставить встать в 8 утра и идти на тренировку. Всем подготовиться, прийти на тренировку с утра. Но зато потом весь день в отличном настроении. Ну, 40 человек вот уже на этой неделе было. Как вы справляетесь? В один там тренер, это же 40 человек, иди со всеми и управся. Это сложно, наверное. Я думаю, что люди туда приходят со своим желанием, то есть это их желание, они и заставляют. Поэтому они все слушают, наверное, с первого слова. В этом году мне помогает моя супруга. Мы вместе проводим занятия. Она проводит один подход, один подход провожу я. Пока я провожу, она корректирует девушек так, чтобы... То есть количество людей большое, и не каждый, особенно новички, они не могут эту технику выполнить идеально сразу же. И те люди, которые больше всего допускают ошибок, она подходит к ними, корректирует их технику так, чтобы она была более идеальная, и при этом они не нанесли себе вреда. Она... Сколько важна техника исполнения движений, упражнений? Ну, на 100% она важна, конечно. Техника это самая важная. Но от этого зависит тоже, до каких группы мышц идет работа. При неправильной технике может... Ну, мало того, что не будет включаться нам нужная мышца, так можно еще и навредить в целом суставы, связки, повредить. То есть лучше для начала делать немного упражнений, но их качественно и правильно. Да, 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 конечно верно. Мы также во время своих занятий предупреждаем всех так, чтобы они не выкладывались на 100% эти движения, которые им сложно выполняются, либо они не понимают, чтобы они выполняли в более медленной манере, либо немножко их заменяли на более легкие движения. То есть не выкладывались, так как многие новички, они нарушают технику. И после первой тренировки, конечно же, на следующий день очень сложно. В плане... Не-не-не, мне кажется, я на следующей неделе не приду после этой тренировки. Но лучше систематически, да, приходить, чтобы организм привыкал. Да, конечно, когда это введено вот именно в систематику, постоянно регулярные тренировки, организм адаптируется к нагрузке, привыкает, и уже отклик самих мышц уже не такой болезненный, нежели если вы приходите раз в месяц, раз в полгода. А еще свежий воздух. Да, это вообще отлично. А если у вас уже наберется вот не 40 человек, а 400, и по кругу стадиона не будет места уже бежать, куда вы перейдете? Или остановитесь, все, стоп, вы уже не будете брать? Была такая идея провести хотя бы вот раз в месяц, раз в два месяца марафон такой более масштабный. Подключить также наше государство так, чтобы оно дало возможность провести его где-то в городе, как вот происходит за рубежом. Ну, примерно пару улиц заблокировать, и так, чтобы мы провели его по всему городу, начиная от начала города и завершения города, просто такую вот интенсивную, даже не тренировку, а просто элементарно пробежку. Так, чтобы эта пробежка тем самым повлияла на остальных людей, чтобы они это наблюдали, видели, и также завлекались в здоровый образ жизни, и далее тоже продолжали заниматься. Это уже на будущее, да? Да, есть такие планы, да. Начинаем мы с малого, и постепенно хотим... Ну, это хорошее, и завтра. Ну, это будет завтра. Ну, что нужно с собой взять, рассказывайте? Вот сейчас все, кто у нас... Ну, в первую очередь, это водичку нужно с собой взять, сменную форму. В принципе, многие приходят уже одеты и готовы, то есть мы на улице проводим, и они приходят уже готовы в сменной форме. Водичку и полотенце. А насколько можно часто пить воду во время тренировки? Ну, во время занятий можно часто только маленькими порциями, так, чтобы не довести до обезвоживания. Интенсивные движения у нас постоянно, маленький отдых. Мы работаем с собственным весом, но при этом практически не отдыхаем. И много воды теряем. Из-за этого нужно ее компенсировать, но это не означает, что нужно сразу взять воду и... Ну да, потому что, бывает, позанимаешься... Периодически, часто, но маленькими порциями. Сколько еще продлится этот марафон? Ну, мы планируем его проводить три месяца. В прошлом году у нас было три месяца, и в этом году три месяца. Каждое воскресенье в восемь утра. В восемь утра. Всех ждем, да? За активный образ жизни всех. Ну что, спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо. Прям захотелось пойти позаниматься. Обязательно, кстати, придем к вам в восемь утра в воскресенье. Ждем вас. Все тоже записывайте себе это время. Так, ну что... Уже записано. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Спасибо.